Общественное движение «Живая Россия» и председатель регионального отделения Федерации охотничного собаководства. У меня вопрос такой. Нас очень беспокоит слабое взаимодействие депутатов Государственной Думы с экспертным сообществом при формировании текстов законов. Таких примеров очень много. Например, ужесточение санкций в статье 268, когда после формирования текста в Государственную Думу направлено отрицательное заключение в связи с чрезмерной коммунизацией незаконной охоты. Также поправки в закон об охоте в части дрессировки охотничьих собак, что сколыхнуло кинологическую общественность и побудило к созданию как раз этого общественного общественного движения «Живая Россия». Возможно ли как-то более тесно наладить отношения экспертного сообщества с законодателями? И возможно, если вы как-то посодействуете этому, мы не допустим чрезмерного смещения законодательства в сторону гуманизации? И возможно, избежим каких-то противоречий вообще вот в этом законодательстве? Спасибо большое. Мы можем двоим поговорить, поскольку я являлся тем человеком, который вызвал огромное количество критики. И появились всякие мои фотографии на всяких сайтах с угрозами от людей, которые очень любят животные меры и защищают. Они людей не любят, а животных любят. Поэтому гордились меня изничтожить, потому что я очень любил защиту собак. Вы знаете, да, когда возникло время этот запрос, эти федерации его отформили. И было серьезное такое противостояние, которое в конце концов, к нашему большому удовлетворению, имело очень конструктивный выход, как раз создание бессовестной рабочей группы, чтобы больше такие вещи не допускать, не допускать на совместную тему рассматривать. Значит, давайте я вам немножко все-таки напоминал. Хотя я, ну я второй защитный, поскольку сам являюсь большим любителем охоты с собаками. Тем не менее, некоторые вещи заставили меня на ситуацию сдвинуть с другой стороны. Я сидел на этой встрече, здесь с одной стороны сидели эксперты, наверное, ваши коллеги, девушки, причем ни одного мужчины. И с другой стороны тоже сидели девушки, которые защищали эти животных. Я вот смотрел на них и удивлялся, мужиков нету, на этом они договорились. Женщина договорится между такой мощью тяжелым. Но какие мысли ко мне пришли? Получилось так, что вот я сижу этим девушкам, охотюсь. Задаю вопрос. Вы охотитесь? Нет. Ваши собаки на охоте уходят? Нет. И это-то как раз и послужило у этих людей, кто защищает всю эту тему. Вы понимаете, что произошло? Произошло подмена понятия. Люди с абсолютно диванными собаками под лозунги сохранения под головами походят больше собаками. Сохранение воспроизводственной функции сделали такой бизнес, причем правилами все, в прочем, загнав их к себе, по своей станции, где, по большому счету, были нарушены все возможные и невозможные правила содержания, там, ветеринарного обслуживания и все остальное, где лесу по 12 раз в день вытаскивают из зубов лёгких, ласковых и ежных собак. И показывают, как этот зуб так палками разжимает эти зубы. Это для любого человека. А мы это ещё рекламируем, а мы ещё себе больше людей вызываем. Я за рубежом абсолютно закрытые сайты, чтобы никого не трогать. А у нас это как реагирует, гражданинские вот такие форумы. И, понимаете, мы охотники, и люди, кто ходят на охоту, мы реально от этой темы пострадали. Мы говорим, мы хотели пройдём из своих охотничек собакой, если не на охоту. А прикрываясь с нами, кто-то создал такую ситуацию, при которой пострадали охотники. Да, пострадал чемпион бизнеса. Пострадали охотники. Поэтому наша концепция была следующей, на чём я стоял. Я сказал, что если животное находится в состоянии естественной свободы, и если не ограничено его передвижение, не ограничено его передвижение, и не потеряно обороноспособность, чтобы вырвали там клыки, опти, вырвали глаза и нам эти страхи происходят. Понятно, что это на половину, на 99 дней продуманная вещь. Вот где-то чего-то, кто-то кого-то увидел. Но это абсолютно не практично. Это то же самое, что зацветить кухонные ножи, если кто-то кухонным ножом кого-то залезал. Да? Поэтому, мы говорили, вот есть два критерия. Зверь не ограничено движение, или в азии на вороноспособность, тогда собаку по этому зверю, как на войне, как на охоте. То есть она практически не отличается от охоте. Этот принцип сразу выбрал, выбил всех птиц по перу, гончаров, борзых, лаят по кабану. Но у нас пока осталась одна тема, это лаят по медведям. Мы сейчас там тесно работаем, и думаем, что мы эту тему как-то говорим, чтобы можно было готовить лаят по медведям, потому что убитых собак мы видели, загрызанных медведей ни разу. Да? Остались вопросы с народом. Здесь у нас тоже есть подходы. Но я думаю, что подходы к норе, благодаря как раз вот этой как бы артиризм, они будут существенно ограничиться. И, к сожалению, здесь нам придется прислушиваться, как эта тема там происходит где-то там у наших садей. И гуманизация здесь, ну, просто в какой-то степени там неизбежно по содержанию, по медовслуживанию и т.д. и т.п. Но, то есть еще одно, а какую мысль на меня отболкнулась? Если быть откровенно честным, у меня там были очень хорошие ребята, люди, которые работают, его собаки работают как медведи, которые живут в химках, он, наверное, дальше химок не выезжает, если там где-то станция была, и они говорят, как я буду готовить из-за собаки медведи. Хотя, в основном, только в химках, отличаясь в химках. Ну, я уже чуть-чуть шучу, очень менее. Тогда давайте в дипломах писать. Мы же так смотрим и читаем. Типлом по медведи, в первой степени. Типлом по карбану, в первой степени. Тогда давайте писать. Делать градацию. Типлом по подсадному медведи. Глаз на звучит. Так и есть. Для настоящего фонда. Переговорите с людьми, кто едет за собаками к нам, из далекого зарубежья. Они смотрят на эту тему, говорят, а у вас диплом по какому же ею? И если говорить про национальное настояние, породное качество и все остальное, тогда уж, когда уж давайте, как сказать, за рубежом, по нормам, они готовят свою собаку наверх, в параллельный наверх, либо они там деревья таскают, где нет прямого контакта. А дальше дипломы они получают и там. У нас же там и дипломы получают. А они после дипломы выезжают в поле и в жилую нору запускают собаку и получают там диплом. Так понятно, что там нормальный тип зверя. Есть возможность потерять собачку, извините меня так обогреть, да? Но ты тебя там оценят по-настоящему. То же самое с медведем. Я задал вам вопрос, а у нас возможно испытание по медведю? Ведь молодой, что происходит испытание в живой среде, в больнице. Ребята говорят абсолютно, приезжайте, вы можете собаку проверить по абсолютно нормальному, в живой городе медведе. И вы получите реальную квартиру. Поэтому вот здесь такая тема, при которой когда мы закрываемся некими вещами и говорим это национальное расстояние, нельзя там то-то-то, когда надо понять, что бутафорское и сакуны абсолютно не связаны, а кто настоящий связан с сакуны. Можно я отвечу? Мне не надо отвечать. Нет, просто вопрос, вы на вопрос не особо ответили. Я вам отвечаю, смотрите, я вам отвечаю на первый ваш вопрос, о том, что на сегодняшний момент при двух вот этих половинках одной группы. Есть квота по 10 человек с каждой стороны по экспертному сообществу при обсуждении всех этого проекта в области охотничества хозяйства. куда это будет сакуничество охотничества. Поэтому я думаю, что нет больших проблем через нашу группу, через представителей правительства попасть в эту когорду экспертов. Но я хочу сказать, что ваши девчонки из Москвы в эту когорду входят. Домоглацкая, она к вам не лето будет? Разумеется. Она туда входит. Поэтому работаем. Если она вас устраивает, работаем через нее, все свои предложения, она ведет себя очень активно, я вас абсолютно уверяю, очень активно, достаточно отморожено, даже мысли не говорим, даже я ее иногда успокаиваю. Я ответил на ваш вопрос? То есть эта группа будет принимать и дальнейшие решения, что касается охотничества и собаководства. Если вдруг наши депутаты Государственной Думы решат еще что-нибудь внести какой-то законопроект. Она идет только через рабочую группу, которая состоит из двух половин, десять человек. Можно думать, десять человек, представители правительства и по десять человек, экспертов с каждой стороны. 20 человек. Спасибо. Пожалуйста.